Встречайте, Денис Дипровский с докладом, как еще можно использовать вики-страницы. Про мизинчик отличная идея. Друзья, кто использует википедию, вики-систему внутри компании для управления знаниями? Отлично. Большинство. Кто использует ее для управления BA-информацией? Вообще шикарно. Здесь опасно ходить. Смотрите, цель ваша – послушать какие-то best practices, поделиться. Чего вы ожидаете? Давайте, прежде всего, BA-информация. Всем понятно, что это такое? Нужно ли про это рассказывать? Отлично. Подготовлена аудитория. Я вам на скринах покажу, в том числе, что в нашем понимании это такое. Теперь большая команда. Сегодня много раз… По-моему, фонит у меня. Да, возможно, мне микрофон просто стоит взять, потому что очень трудно так… Раз, раз. Скорее всего, это из-за него фонит. Значит, друзья, большая команда. Что это такое? Сейчас я представляю компанию, работаю в компании Netcraker. Это довольно большая компания, 6000 человек по всему миру. Мы занимаемся телеком-бизнесом. Мы поддерживаем, внедряем систему поддержки бизнеса телеком-операторов. Вижу знакомые лица из нашей компании, так что ребята не дадут мне собрать, если что. Большая команда. На текущем проекте, где я сейчас работаю, это внедрение, это бизнес-трансформация для оператора телеком-провайдера в Западной Европе. Это 6 стримов, в каждом из которых есть по 3 команды, в каждом из которых от 5 до 10 человек. То есть всего в нашем корпоративном чатике сейчас на сайте 250 человек. И вот эта толпа работает в одной системе. И управляет биоинформацией с разной степенью эффективности, мягко говоря. Смотрите, буквально только что говорили с коллегой, и мы говорили про что? Что есть теория, есть практика. Вот сегодняшняя презентация – это чистая практика. Но, тем не менее, начну с теории, как мы думали, что все будет. Было начальное состояние. По бейбоку это current state. Есть целевое состояние – это future state. И между ними есть понятный перечень запланированных активностей. Понятно выделено жирным, запланированных тоже. Это по бейбоку стратегия. То есть стратегия, которая приведет нас отсюда сюда. Начальное состояние было у нас следующее. Вот есть огромная команда. Много очень бизнес-аналитиков, тестировщиков и разработчиков. Команда бизнес-аналитиков, талантливых, подготавливает Word-документ. Страница так на 500. Передает счастливому уже заказчику. Заказчик счастливо, улыбаясь первый раз. Вычитывает документ Word и там же делает комментарии. Отправляет обратно исполнителю. Исполнитель правит дизайн и снова передает заказчику обновленную версию. Итеративно. Понимаете, что с клиентом происходит, когда он военный раз видит документ Word на 500 страниц. Поэтому мы поняли, что нужно что-то менять. И решили... Почему младшие, извините, это поняли? Помимо удовлетворенности нашего заказчика, у нас были четыре большие ключевые проблемы. Прежде всего, коллективная работа с документом со стороны исполнителя. В моей команде, Биэлит на тот момент, у меня было шесть человек. Я сидел на Аляске. Это недалеко от полярного круга, там на севере. Ребята сидели в Киеве. Разница 11 часов. И чтобы с одним документом Word работать, даже используя Microsoft SharePoint, это было очень проблематично. То есть процентов 70 наших офортов были направлены на то, чтобы внести свои изменения в этот документ. 500 страниц. Было ли это эффективно? Конечно, нет. Кто-нибудь здесь работает именно по такой схеме, как я показал на предыдущем слайде? Ранчер. Ранчер. Отлично. Анатолий, вы так работаете именно по такой? А сколько в команде человек? От двух до четырех. От двух до четырех – это всего. Аналитиков плюс… Понял. У нас были другие числа. Как раз я скажу в конце, когда не стоит использовать вики-систему, это как раз случай, когда людей немного. Вторая история была следующая. Размечание с заказчиками. Как я вам показывал на предыдущем слайде, мы этот документ отправили в заказчика, он там побулькал, переварил, и поставил комментарии, и нам прислал. Кто работал в Word с комментариями? DataReviewPain. ID, помните, что там с ними происходит, когда между двумя комментариями вставляешь другой? Что с ID-шниками происходит? Они сбиваются. То есть вот эти ID, что Word генерит – это ерунда. Поэтому нам приходилось вытаскивать там порядка 300 комментариев в Excel, присваивать им ID-шки, вручную расставлять эти ID-шники в Word, и вот так вот следить за жизненным циклом. Кошмар. Справа говорят, это будет действительно кошмар. Следующее. Технические сложности при работе огромными файлами. Мы выгружали все на SharePoint. SharePoint этот Word обогащал каким-то ему неведомым алгоритмом. Word становился огромным по размеру, и даже чтобы его открыть, нужно было обладать изрядным терпением. Наконец, Traceability Matrix. Вот тут это самая ключевая штука, она была в полностью ручном режиме. Друзья, стоит ли мне напоминать сейчас, что такое Traceability Matrix, кто ее использует? Давайте на проектах. Кто осуществляет задачу по Бейбок – трассировку требований? Пообщаемся потом, как без этого живете. Возможно, есть какие-то более agile-овые методы. Мы по старинке пока все еще. Traceability Matrix – это то, что связывает бизнес-реквайменты, functional-реквайменты, дизайны, тест-кейсы. То есть она позволяет посмотреть принцип VC, что, во-первых, наши требования взаимно исключающие, во-вторых, системно исчерпывающие. Кто знает этот принцип, тот тому честь и хвала. Теперь целевое состояние в теории – это важно. Что мы думали, куда мы придем, когда мы это все внедряли? Мы собрались там, менеджмент, мы использовали до этого уже эту систему как базу знаний. Про мизинец там статьи не было, но там многое другое интересное. Например, там была страничка, я ее участвовал. Для тех, кто приезжает первый раз на сайт, карта ближайших к апартаментам баров. И там очень много лайков собрала она. Но мы решили, что мы уже не все взяли еще от Confluence, и решили туда что-то новое добавлять. Ключевая штука была – это автоматическая трассировка бизнес-реквайментов, functional-реквайментов, дизайнов и тест-кейсов. Это то, что болело у нашего менеджмента, это то, что у нас запрашивал наш заказчик, потому что все очень хотели, чтобы каждый бизнес-рекваймент, каждый functional-рекваймент, который его покрывает, был действительно покрыт дизайном и был выкачан в виде билда. Очень хотелось уметь работать с документацией одновременно. Хотелось просто как в Google Docs, чтобы никому не мешать и при этом все правильно. К сожалению, SharePoint этого не позволил нам сделать, а на Google Docs мы не могли перейти по разным причинам, в том числе security основная. Автоматическое логирование изменений документации. То есть то, что мы хотели, внес изменения, Днепровский внес изменения, что-то написал, это все видят. И легко можно откатить изменения. Жизненный цикл каждой страницы дизайна. То, что нам хотелось, чтобы был дизайн, на нем сверху было написано, что дизайн в стадии подготовки, а эта страница уже принята заказчикам, а это есть столько-то у нее замечаний. И чтобы вот это можно было выбросить в отчет. Задавали мне вопрос перед этим, когда есть Jira, но есть там вот этот Word грандиозный или что-то другое, где делается дизайн. Вот Jira у нас по сути в item'ах, у нас была часть дизайна, дублировалась информация. А очень хотелось, чтобы Jira осталась для менеджеров и для логирования времени и для прочего. А само наполнение было именно в дизайн-итемах, то есть на страницах Confluence. И последнее. Как я уже говорил про комментарии заказчика, нам не хотелось загружать эти огромные комментарии, нам хотелось работать в удобной форме, как в Facebook, чтобы лайкать можно было, чтобы reply, отвечать. И это все нам, как нам тогда казалось, даст Confluence. Теперь сейчас будут спецэффекты. Я надеюсь, что они поработают. Да, давайте вопрос задаем сразу, время есть. Ага. Друзья, дизайн-итем – это одна страница Confluence, которая содержит в себе дизайн, покрывающий одно или несколько требований. Это может быть use case, в том числе этом размещен. Я вам покажу сегодня примеры. Вопросы еще по тому, что я сейчас показал, есть? Угу. Так, и сейчас будут спецэффекты. Смотрите, когда начальное состояние, мы понимали, что вот оно целевое состояние в теории. Сейчас мы все сделаем. На самом деле все было по-другому. Я вот, знаете, как первый раз нарисовал эту стрелочку, думаю, потом поправлю на нормальный, но именно так все и было. То есть тернистый путь, оказывается, когда 200 человек переходит на другую систему, возможны разные нюансы. Особенно, когда эти люди в разных часовых поясах. И каждый обладает, вроде бы все умные люди, все бизнес-аналитики, но каждый обладает своим взглядом на то, как это надо реализовывать. Путь был тернистый. Два года назад я пришел на проект, мы еще ворд бросали, вот начали на Confluence выдавать заказчикам только год назад. То есть год назад мы это все фасилитировали, как говорят предыдущие ораторы. Но самое главное не в этом. Самое главное, мы когда пришли, мы поняли, что вот это вообще не то, что нам нужно. То есть, оказывается, в теории нам одно было, а целевое состояние, что на самом деле было нужно, это как бы другое. И вот сейчас я расскажу про этот путь, как мы до этого дошли. А вторая часть презентации уже посмотрим конкретный результат картинки. Итак, мы пришли в некое промежуточное, как оказалось, целевое состояние. Мы подготавливаем документ на внутренней вики-системе. Теперь у нас есть Confluence. Теперь мы умеем каждому требованию добавлять некий дизайн. И это все делает экспорт ворд. Потому что заказчик так привык ворду на тот момент. И опять же справа хороший вопрос, зачем? Но мы как-то об этом не думали. Вот так делали. Заказчик вычитывает документ ворд, и там же делает комментарии. И исполнитель правит дизайн вики-системе снова генерирует и передает заказчику обновленную версию. То есть вы чувствуете уже, да? Потому что процесс был не оптимальненький. А каждый раз, когда... Не то же самое, это важно. То есть мы все, вот вся наша компания в 200 человек работает внутри вики-системы. Одновременно умеем работать, умеем ссылаться друг на друга, умеем трассировать требования, все здорово. Единственный нюанс, что заказчик получает в ворде. Все. Отлично. Теперь вам это будет близко. Вас не устраивает эта ситуация? Ну, конечно, вы видите, это консенсус, главный, скажем, шейк, он хочет только в ворде. Мога говорит, у меня есть аналитик, он будет с вами в ворде. Как он выразился в часах, либо я буду смотреть в ворде. Да. Именно так у нас все и было, только у нас вот их было много, и аналитиков тоже было очень много. К чему это привело? Это новая проблематика. Можно еще вопрос? Да. Я тут. Сколько часу займала, не знаю, аналитика техрайтера, чтобы перенести все в ворде? Хороший вопрос. Это, по ходу, куча времени. Да. У меня двое замечательных детей, они очень расстраивались, когда папа уходил в субботу на работу, чтобы сделать экспорт ворд. Почему? Потому что в другое время это было очень проблематично. Все работают, и конфлиенс стал нагруженной системой, бизнес-критичной системой. Приходилось или поздно вечером делать, или на выходных. То есть на таком объеме, да, даже конфлиенс начинает испытывать свои технические проблемы. Во-вторых, даже то, что у нас получалось, кроме как макросами обработать было невозможно. То есть, вот знаете, каждый, когда производитель, будь то моя любимая Акшура или Atlassian Conference, они говорят, у нас есть там бесшовная интеграция или там выгрузка ворд, там, кастомизируемая. Вы это не верьте. На самом деле очень много всего там происходит. Приходилось и структуру править, и форматирование менять, и потом руками очень много всего доделывать. Так что отвечаю на ваш вопрос. У меня выходило по полдня на экспорт и до приведения документа в нормальное состояние. И это было больно. Выдали документ, они нам выкатили правки. Я думаю, о, пора мне выходить. Где-то раз в две недели. Мы раз в две недели обычно выдаем. Огромная нагрузка на Confluence, про это я уже говорил, нестабильная работа. И при этом баги. Да, у нас теперь уже не было багов Guarda и SharePoint, но зато у нас появились баги Confluence. И это привело к тому, что нам нужна была поддержка 24 на 7, потому что, как я уже говорил, ребята сидели в разных часовых поясах. Этот период мы мужественно прожили. И что теперь? Вот теперь я могу похвастаться. Все активности по подготовке и выдаче дизайна исполнителям, валидации заказчикам, происходят преимущественно в едином пространстве Вики-системы. Я вот специально общаюсь с коллегами из других проектов. Они говорят, что изначально они работают в Вики-системе заказчика, на конференсе заказчика. И это я вижу единственным правильным вариантом, когда мы говорим про большом enterprise-решении. Это несет свои риски. Сейчас о них поговорим. Что мы имеем? Вот сейчас уже, спустя два года, после того, как мы стартовали этот внутренний большой проект, мы работаем с огромным объемом документации одновременно в пределах одной Вики-системы. Там в этом котле варятся как представители заказчика, так и наши все многочисленные команды. Опять же, с нашей стороны около 200 человек, и со стороны SME, со стороны заказчика человек 30. То есть вот это все происходит в одном месте. У нас есть прозрачная трассировка бизнес-реклайментов, functional-реклайментов, дизайн, тест-кейсов, даже meeting notes. Мы ссылаемся на них в нашем дизайне. Те, которые, протоколы встречи, которые капчируются после каждого митинга. Обеспечили ссылки из дизайна, вот как я говорю, на meeting notes, action items и прочую BI-информацию. Вот, кстати, здесь мы приходим к тому, что BI-бок считает BI-информацией всю информацию, которая может быть полезна аналитикам, может быть им использована как input или как output процесса. То есть, по сути, все перечислено сзади меня на слайдах. Это все BI-информация. Jira item и дизайн интегрированы. Я вам покажу эту картиночку. То есть, действительно, очень удобно, находясь на странице дизайна, вы можете посмотреть тикеты, в рамках которых вы делаете его. Там Epic, History, у нас все это есть прямо на конференсе. У каждой страницы есть свой дизайн и есть свой жизненный цикл. Заходя на страницу, вы понимаете, она уже валидирована или она в разработке, и это можно для нашего любимого менеджмента в отчете вытащить. И это все довольно быстро делается, потому что это экспорт в Excel. Организована работа с комментариями внутренних и внешних пользователей. Сейчас это нормальная ситуация, когда люди на review, там QA, наши менеджеры, заходят на страницу дизайна, делают комментарии к ним, и аналитик на них отвечает, и править дизайн им нужно, при этом подсвечивая все какие-то проблемные места. То есть, это все как такая социальная сеть, только вокруг дизайна. Там даже можно как в Facebook лайкать. Инструмент прототипирования. Кто использует такшура? Кто-нибудь есть? Отлично, много людей. Мой любимый инструмент прототипирования. Вот, оказывается, его можно с Confluence интегрировать. И мы это сделали усилиями наших разработчиков. Бесшовной нету, out of box, но это можно сделать. Теперь мы каждый раз обновляя какой-то макап на Акшура, я нажимаю кнопочку и у меня все дизайны обновились. Это очень много времени экономит, облегчает мне жизнь. И теперь у нас есть уже такой 24 на 7 поддержка Confluence со стороны технической команды. Что-то тормозит, виджет не работает, любая проблема, это можно очень быстро получить ответ. У вас вопрос? То есть вся команда ваша была в вашем Confluence, пришла вся в Confluence клиента. То есть вы никак не разделяли, да? Разделили аналитики в Confluence клиента и приносят в Jira для команды? То есть вся команда? Преимущественно. Моя точка зрения на это все, что мы должны изначально работать сразу на Confluence клиента. Это несет риски. Давайте вместе подумаем, какие риски могут быть. Я сразу создаю customer facing design. Если создаю там bullshit, то клиент увидит это сразу. Я не могу там на русском написать, ребят, посмотрите. Я сразу как бы генерю что-то customer facing. Есть другие люди у нас в команде, и мы пытаемся с этим выровняться. Они делают на своей вики-системе, а потом переносят вручную туда на заказчика. При этом все ссылки, рисунки, все приходится вручную переделывать. Я говорю, что это большой эфорт, это неправильно. Вопрос открытый. Мне кажется, что нужно полностью работать в корпоративной вики-системе заказчика. То есть проблема там, конфлиенс баги и так дальше, она не пропала, да? То есть она просто перешла на ответственность клиента. Да. И это, кстати, тоже очень хорошее преимущество. И, кстати, конфлиенс клиента, который находится в Бельгии, гораздо лучше работает, чем наш. Потому что в конфлиенс клиента у него там только его проект, а у нас около ста проектов, которые идут по всему миру, и люди ходят друг к другу, может быть, из-за этого. Да, он уже вошел в Евросоюз, да. Мы переубедили. Именно вот примерно так же, как я вам сейчас рассказываю. Я рассказывал, что он получит. Мы переубедили клиента. Смотрите, 1-1 фазу мы закончили старым моментом. Когда начался следующий релиз, мы изначально начали делать так. Вот новые проекты, ребята говорят, которые стартуют, сразу начинают так. И сразу они работают в конфлиенции клиента. А лицензии? Ну, у нас очень много проектов, и это, ну, это большие деньги на самом деле. То есть даже Акшура стоит там 400 долларов за человека. То есть и команде купить – это, ну, целая история. Поэтому я вам покажу в слайде. И если у вас там очень богатый интегратор вашей компании, то, наверное, можно. Но при этом, как вы справа говорили, ответственность будет тогда на вас лежать. А зачем? И вопрос у вас был. Да. Правки с вашей стороны и с стороны клиента, они поэтапно отбиваются, так? Тобто есть какие-то статусы каждого документа? В какой момент может править клиент? В какой момент правите вы? Чтоб это не отбивалось? Есть договоренность, и опять же есть на Confluence страничка об этом. Если документ переведен в определенный статус, мы двигаемся вейвами. То есть это как спринты, по сути. И вот если спринт закрыт, то уже никто ничего не меняет. Делаем изыск, только как срочные CR рассматриваем. А срочные CR рассматриваются по своему уже алгоритму. Давайте теперь картинки посмотрим. Друзья, особенно те, кто сзади сидят, видно вам? Я вам рекомендую потом взять эту презентацию, те, кто реально за это возьмется, и посмотреть, какие объектные типы, что мы здесь используем. Потому что ко мне подходил человек, который последний раз слышал этот доклад, они взяли, использовали, и очень хорошие результаты. То есть смотрите, весь наш проект, весь релиз, фиксированная связь для телеком-оператора, можно его свернуть до одной строчки. Это древовидная структура. Здесь идут компонент. Компонент – это, по сути, стрим людей, в каждом работе по 50 человек. Я представляю компонент, который принимает заказы клиентов на установку телеком-ослуг. И точно так же есть еще пять других компонентов. Спрашивали, что такое дизайн-айтем. Вот, собственно, вот эта одна строка, допустим, Convert line in operation order entry. То есть что это значит? Давайте вот так вам покажу. Это некое описание функциональности. Там могут быть все, что угодно на самом деле. Там может быть use case, там может быть sequence diagram, там может быть какое-то текстовое описание. Это очень сильно зависит от приемщиков. У меня довольно сеньорные ребята, разработчики, и поэтому мне с ними хорошо. И если у кого-то более джуниорные, тогда им приходится другие вещи применять в аналитике. Технический дизайн отдельно. Это исключительно бизнес-дизайн. Да, есть еще low-level, там они свое пишут. Да. И технический дизайн можно отсюда спокойно поставить ссылочку. Вот сейчас я вам про это покажу. Смотрите, друзья. То есть здесь вот эта шапка дизайна, каждая страница дизайна. Так как много времени у нас не осталось, я быстренько очень расскажу. Но опять же я вас призываю просто взять и полистать. Responsible. Name понятно. Это то, что выводится в отчет. Это как называется дизайн страница. Responsible. Это человек, который отвечает за это дизайн item. Это бизнес-аналитик. Конкретно здесь показывается, что за это дизайн item отвечают два человека. Я и мой коллега. Третье. Это статус его. То, что мы вот говорили. Done, зелененький, все хорошо. А перед этим есть in progress. Deviation. Это наша терминология. У нас есть готовый продукт, который обладает functional capability. И каждое требование, которое противоречит out of box, это как бы deviation. Отклонение от коробки. Это как требования, короче. Требования, которые ссылаются на это дизайн item. Можно сказать, что дизайн item вот этот convert line operation node entry покрывает три требования. В нем одном описано три требования. Следующая история идет. Вот это просто киллер фича. Ну iteration number это как раз спринты. Вот это для меня киллер фича. Это incoming links. Это если хоть где-то вы ссылались на эту страницу, то вот здесь она вам покажет. И это очень удобно для многих целей. Для поиска информации. Вот если, допустим, у вас был вопрос. Какой-то разработчик сделал низкоуровневый дизайн и ссылался на мой дизайн item. Я здесь это увижу. И это очень круто. Теперь смотрите, чем мне не нравится тот подход промежуточный. Вот эти deviation, видите, это внешняя Jira. И она вот здесь вот не показывается. Если бы это была внутренняя Jira, тогда бы показалось здесь. Поэтому я говорю, что должны быть в одном пространстве происходить вся история, вся работа. И последнее history log. И вот здесь вот как раз вы можете увидеть. Смотрите, вот я правил. Денис Днепровский что-то там изменил по вот такому вот багу. И сразу ссылочка на Jira и сразу виджет его. Видно, что баг уже закрыт. Вот эта интеграция с Jira бесшовная. И это очень крутая фича. Так, по наполнению я уже вам рассказал. Это могут быть любые схемы, таблицы, текст, ссылки, все что угодно. Обсуждение. Одна из самых удобных вещей здесь, которые я знаю, это древовидная структура. Сверху наш Team Lead по разработке упоминает меня и пишет вот такие-то вопросы. И вот я ему отвечаю. А вот еще два аналитика пришли на помощь. То есть вот это вот все живо, это остается. И вы можете ссылаться на каждый комментарий. То есть вы в дизайне можете вполне ссылаться на комментарий кастомера, который вот он сказал. И если вам лень заводить отдельный Jira item. Теперь изменение документа. Вот мы получили то, что в принципе хотели. Это автоматическая трассировка. Конференс недавно сделали возможность одновременно править одну страницу. Это редко помогает, потому что у нас довольно хорошая структура. Но это тоже хорошая история. С помощью кнопки restore вы можете откатиться. Теперь самое важное для нашего менеджмента и, пожалуй, для очень многих других стекходеров – связь требований дизайна. Смотрите, это довольно примитивная штука. Я вам вытащил. На самом деле оно там много страниц занимает. Смотрите, есть требования functional capability, есть ее описание и есть дизайн айтемы, которые ее покрывают. Таким образом мы можем легко увидеть, что какой-то capability осталось без дизайна айтема. Не покрыли. Вот такие вот gap сразу интересуют. И это все живое, это все дашборта. Можно переходить и работать с этим. Ну и сюда вы можете добавить любые атрибуты, которые интересуют ваш менеджмент. Допустим, вот здесь это sprint. В какой мы итерации вы даем? Нет, это автоматически. Это магия. Это крутая магия. Я с этого начал, что мы это делали раньше вручную. У нас был Word отдельно, Excel отдельно. Теперь это все вот с помощью вот этой штуки само все генерится. Тут, да. Еще раз. Угу. 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 У нас вот здесь в этих дизайн айтемах есть, в том числе и прототипы. У нас UI отдельно нет. Мы к Шуру интегрировали с Confluence. Она есть, но она, ну как бы вот она. Вот дизайн айтемс. Вы переходите, там это будет. Раньше у нас был отдельный документ UX. Сейчас у нас все это в одном. Ну это требования клиента. Теперь, друзья мои, прежде чем начать мини-революцию у себя на проекте или в компании, пожалуйста, посмотрите вот на этот слайд. Это практика, да, это то, что я вот понял спустя два года внедрения этой всей истории. Сильно думайте, стоит ли внедрять wiki-систему, создавать каждую страничку для каждого дизайна айтема, для каждого требования. Это очень много работы. Если на документации работает небольшая команда, вот Анатолий говорил про это, да, это не нужно просто. То есть если немного людей работает, вам просто не нужно. Вы можете использовать что-то другое. Вы можете даже Confluence, но одну страницу использовать, а не множество. Заказчик настаивает на выдаче Word в PDF. Вот вспомните мои слова про экспорт, про то, как я от детей уходил на работу, чтобы экспортировать Word. Если заказчик настаивает на выдаче Word в PDF, надо фасилитировать этот вопрос заказчикам. Это очень важный момент. Заказчик не готов работать в вики-системе. Вот у вас был этот кейс, да, вот не хочет он, он не будет. Он вот хочет Word и все. То есть он не готов комментировать там кого-то, меншин, лайкать. У меня Facebook это работа. Вот если такое есть, тогда вот это серьезный стоп-фактор. И наконец, планирование управления биоактивностями происходит на коленке. Что есть никому неизвестный где-то Excel или Project. И что-то там где-то у Project Manager это все лежит. Если нету жира, если нет централизированной системы управления проектом, то лучше с нее начать. А потом уже делать дизайн. Был документ на 300 сторинок, да, там, или 500? Да. А это была вимога клиента такие документы? Описывать все реквайрменты всего проекта в одном документе? Такий достаточно ватерфольный подход просто. Ну, а мы очень близко к ватерфолу на самом деле. То есть у нас большой очень интерпрайз проекты с фиксированным скопом и фиксированным сроком выполнения. Это сравнимо, ну, представь, когда 250 человек работает в течение двух лет. То есть это похоже на спутник, который запускаем в космос, да? А они меньше у вас спринты, так? Да. Ну, мы сейчас пробуем комбинировать. Я вот очень внимательно слушал ребят сегодня. То есть оно так получается. Просто очень много функционала. И 500 страниц – это только один стрим, а их всего шесть. И, наконец, зелененькое – это то, что если у вас это есть, это большой плюс, аргумент с уровнем внедрения в подобной вики-системе. На документации работает большое количество человек, несколько команд. Большое – это, ну, хотя бы от десяти, ну, от двадцати лучше. Ну, в принципе, не обязательно должно быть 200, но и должно быть большое количество некое. В качестве item-трекинговой системы используется Jira. Там есть мощные вещи интеграции с Confluence. Если у вас что-то другое, тогда, может, посмотрите, может, еще что-то есть. Но я, кроме Confluence, ни с чем не работал больше. На проекте ведется traceability-матрица, соединяющая business system requirements, use case, test case. Если ее не ведется, тогда это стоит подумать, во-первых, почему. Если же она ведется, и заказчик от вас ее требует, и на каждом статус-митинг, начиная с того, что вы смотрят GAP, то вот это очень большой аргумент. И вот еще очень важно, что, делая Confluence бизнес-критичной системой, позаботиться о том, что будут некие люди, которые будут ее поддерживать. Потому что это уже не база знаний, это уже важная система, без которой процесс выдачи delivery уже не пойдет. Да, друзья, я уверен, что остались вопросы. Вы меня можете найти где-нибудь там в коридоре. То, что я хотел вам предложить, это вот мои контакты. Реально ребята, которые после последней презентации спрашивали у меня и пытались экспериментировать, у них уже очень хорошие результаты. Поэтому, если вы решите заниматься этим, то пишите смело, я с удовольствием большим отвечаю. И, наконец, есть у меня небольшой мой такой ламповый бложек, то есть приходите туда, читайте, там очень много всего интересного про бизнес-анализ. И спасибо огромное организаторам, спасибо огромной аудитории за ваше внимание. Спасибо, Анис.